Италия Злоумышленники обычно покупают влияние проблемного бизнеса через выдачу денег в долг и акционерный капитал. Количество подозрительных финансовых операций, согласно подсчетам Банка Италии, выросло в прошлом году на 7%. Криминальные группировки, включая Эндрангета на юге Калабрии и Козаносра на Сицилии, хотели закрепиться в законном бизнесе. Мафиозные группировки выбирают компании, чьи позиции лучше всего подходят для участия в тендерах фонда восстановления. Особенно их интересуют секторы здравоохранения и инфраструктуры, которые получат большую часть денег. Они попытаются забрать все. Мы должны позаботиться, чтобы преступникам не досталось ни одного евро. А вот мошенники в Германии успели похитить миллионы евро из программы поддержки бизнесу во время пандемии. Злоумышленники регистрировались на сайте Минфина, используя фейковые данные и оформляли помощь для фирм. Компании деньги не получили, поскольку они были направлены на счета преступников, из-за чего власти были вынуждены приостановить финпомощь. Федеральное объединение малого и среднего бизнеса раскритиковало действия правительства, поскольку это ставит в затруднительное положение предприниматели. Эту позицию поддержала и немецкая оппозиция. Официальное правительство не назвало сумму убытков, но издание Business Insider сообщает, что речь идет о миллионах евро. Наркокартели воспользовались отменой строительства стены на границе между США и Мексикой, из-за чего ежедневно в Америку проникают до 5-6 групп криминальных организаций. Шериф полиции штата Аризона Марк Дэниелс раскритиковал решение президента США Джо Байдена об остановке строительства пограничной стены. Напомню, ее возведение было одним из главных пунктов предвыборной программы экс-президента США Дональда Трампа. И одной из наиболее критикуемых его идей. Прекратив строительство стены, новая администрация оставила без внимания уже имеющиеся высокоскоростные дороги, предназначенные для пограничников. В итоге, из-за отсутствия физического барьера на южной границе, у членов наркокартелей появилась возможность свободно пользоваться удобными трассами и проникать вглубь США. Мы буквально построили дороги для наркокартелей. В Ирландии незаконный оборот наркотиков сильно осложнился из-за пандемии. Сотрудники полиции почти ежедневно сообщают о перехваченных поставках и задержаниях. Благодаря ковидным дорожным постам за 2020 год удалось предотвратить поставки на сумму 36 миллионов евро, что почти вдвое больше, чем годом ранее. Но и преступность не стоит на месте и используют новые методы для распространения незаконных веществ. Делеры стали отсылать наркотики с использованием обычной почты или курьерских служб. В содержании посылки они указывают конфеты или продукты питания. Так только в декабре прошлого года через почту были отправлены наркотики на 117 тысяч евро. Потребителям также пришлось изменить свои привычки. Все больше они обращаются в реабилитационные центры. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово. Спасибо за интересный обзор. С международным блоком была Асель Жанбершин.